МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Хроники путешествий В эфирной студии мотопутешественник Алексей Марченко И традиционный его рассказ, небольшой, но всегда интересный в это время недели И сегодня мы уезжаем вместе с Алексеевичем виртуально в далекую, недалекую, теплую, очень, мне кажется, добрую и дружелюбную страну под названием Белоруссия Совершенно точно А как правильно, Белоруссия или Беларусь? Или и так, и так? Смотря на каком языке Ну, окей, ладно, хорошо, да Белорусы и белорусы Ну да Чистенько, спокойненько Давай, в каком году это было? Не помню Но это можно посмотреть по датам Это второй фестиваль Харли Дэвидсон в Минске Вот, я был на первом И вот второй фестиваль Значит, второй Второй фестиваль я решил поехать уже не на электричке, а на софтель и спринджер и СТС А ты же Хог у нас ведь, да? Хог, да, хогнутый на всю голову Не лайв-мембер, нет? Нет Нет И, короче, ну и хорошо, как теперь выяснилось И, значит, решил я Я всегда в Минск езжу через Глыбокое или через Полоцк То есть через Псков, там, через Полоцк и так по прямой, по узенькой дорожке мимо Хатыни и в Минск приезжаешь И тут я решил, значит, выпендриться и поехать через Оршу Мне захотелось проехать по трассе Москва-Минск Она еще в советские времена была, приличная трасса И там, не доезжая до Орши, ты поворачиваешь, значит, направо Ну все, там купил страховку, все, взял карточку, взял свои рубли, значит, все Проехал по всей этой не очень хорошей дороге И тут, значит, я выезжаю на автобан европейский, со всеми домиками, туалетами, за колонками, значит, Харли Дэвидсон, Springer STS 89-го года Все как полагается Но не на том, но на этом На том, да И, короче, погода 22 градуса тепла Это сентябрь месяц, там, середина или конец сентября По-моему, конец сентября То есть тепло отлично вообще Просто я там такой, в каком кайфе, в эйфории Такой, значит, поддержая бензоколонки Газпром такой счастливый Подхожу, говорю, мне полный бак Она говорит, ну, прикладывайте карточку Я говорю, ну, как заправить? Там же сперва нужно заплатить, потом заправить Я карточку прикладываю, а там, нет, нельзя оплатить Я говорю, почему нельзя? Он говорит, ну, не работает она Он говорит, вы звоните туда, где карточки дают И выясняйте, что такое Я говорю, ну, у меня есть вот советские рубли Давай это А он говорит, нет, за российские рубли никак Только белорусские Я говорю, блин, а где взять? А он говорит, да хрен его знает Я говорю, ну, так поменяй меня А мы не меняем Я говорю, а где ближайший этот обменник? Он говорит, у тебя бензина не хватит, да? И все, на бензоколонке никого Поменять некто, никуда не уехать И я говорю, какой выход? Я начинаю, значит, звонить в этот Сбербанк Дозваниваюсь, выясняется Я говорю, как же так? Я в Америке расплачиваюсь карточкой В Европе расплачиваюсь Везде расплачиваешь Почему в Белоруссии? Она говорит, а в Белоруссии надо отдельно заказывать Чтобы разрешили в Белоруссии Я говорю, ну, давайте отдельно закажем Она говорит, ну, ваше там кодовое слово Там фамилиями учатся, как жену зовут Как детей И бампс Потому что там роуминг Ну да И оплата на телефоне закончилась То есть у нас И ты не успел договорить Да, у нас ничего не получилось Короче, карточка по-прежнему не работает Рубли по-прежнему не принимают И телефон теперь еще не работает И телефон теперь не работает Я думаю, вообще потрясающее Что-то так все хорошо начиналось И тут опять И к этому уже подхожу Говорю, слушай, ну что мне делать Что здесь теперь жить, что ли, у вас? А он говорит, так ты у своих попроси Я говорю, у каких своих? Он говорит, так вон они Я смотрю Поворачиваю окно Смотрю в окно А там человек 50 этих байкеров В каких-то Все на Харлеях Все в каких-то цветах непонятных Харлеевских Я такой думаю, блин Ты вышел Эй, пацаны Я думаю, а у кого конкретно спросить? Надо еще как-то выбрать И я почему-то выбрал чувака в пиджаке Болтающий с ними Не знаю почему Мне показалось, что если в пиджаке Значит должны быть деньги Наверное, поэтому сегодня в пиджак одел Подхожу Потому что пиджак это как бы не панацея оказался Я подхожу к нему и говорю Слушай, дай денег на бензин А он-то что-то так испугался Посмотрел как-то за мной И за мной человек стоит Говорит, я разберусь Ты иди И он такой ушел Сел в гельмаген И больше его не видел И он тебе говорит, сколько? Я говорю, мне только заправиться Ну он так достает Такой сверток, значит, такой достает Хватит Я говорю, я не знаю Ну это еще старые деньги Белорусские Я не понимаю Он говорит Я говорю Я на фестивале отдам Не надо Ну все, я прихожу Значит Они там заправились Я уже не стал перед ними Они там в очередь стали Что-то заплатили Там что-то там Все уехали И я к этому прихожу Говорю Полный бак Говорит, ты что охренел? Тут на 4 Камаза Говорит Говорит, взял мне одну бумажку И дал кучу Еще каких-то бумажек Я такой раз Все свернул Думаю, блин Алексеевич, вот ты везде зарабатываешь Везде А я еще переехал в поездку И мне не хотел ехать Потому что жалко было денег Мне только что-то надо было купить То ли у меня Короче, были какие-то Какая-то жадность в деньгах И я не хотел тратить деньги На эту поездку Но думаю, нет Все равно надо ехать Такое мероприятие Все-таки интересное Ну, так это И думал, блин Как-то надо на этой поездке Заработать, что ли Где-то в душе так думал Не специально Ну, короче Он мне раз это дает Я, значит, заправляю Ну, все, значит Счастье улыбнулось Я полетел по этой Красивейшей трассе Все, доехал до Минска Встретил ветром Там поселились Там Ну, короче Встретил этого чувака Начал к нему приставать С деньгами Он сказал Я же сказал Не надо Типа Все А что за люди Были неизвестные? Не знаю То есть какие-то Какие-то непростые Ну, наверное Где-то с Москвы Не, я просто Про байкерское братство То есть Было оно все-таки То есть я Даже на этом Блестящем, красивом Но старом мотоцикле Все равно Такой Ну, как бы Не финансово обеспеченный А я встретил Людей, видно Из другой как-то Лиги Которые излишне обеспечены Да И, в общем Ничего То есть байкеры Байкеру помогли Вот это Как раз это И вот Вот это мне больше всего понравилось Вот Ну, а обратно Я уже ехал Было плюс семь Лил дождь Я замерз так Что Ну, его нафиг Давай традиционно С твоего позволения Что вкусного съел Что вкусного выпил Ну, я просто Помню первую стопку Она была вкусная А потом Уже все равно было Не помню Ну А, я помню Помню, помню Там, значит Там весь смысл фестиваля Фестиваль проходит В центре города На центральной площади Там Самое красивое место В Минске Вот И это, значит Для народу Как бы А сам Самое главное Из-за чего едут Снимается целый стадион Крытый Вот Просто стадионище И вот этот поляна Где играют в футбол Заставляется столами И вот там Очень трудно Вспомнить Что ты ел Потому что Все завалено едой Но, правда Это за твои деньги Но там Входной билет Там Под 100 долларов Ты приходишь И, в общем Внутри уже Все включено И там Столько всего Было вкусного И столько Друзей И столько Знакомых И отличные Ансамбли Всегда Там Гарик Сукачев Играл Там Эти Из Екатеринбурга Чаев Чаев Потом Ну Удер Шнайдер Играл То есть Там Такие Классные Я тебе хочу сказать И местные Белорусские группы Очень крутые Они тоже были Очень певучие Они тоже были Нет Там с ансамблем Отлично С едой Отлично Встреча Развоз Привоз Там Народу Реально много Вообще Просто Космос Ну сколько Больше Ста Ну понимаешь Тут Очень Такой Интересный То есть Если у нас Делается Все на фестивале Много чего Автопатия Оно Встреча Встреча друзей Оно как бы Всегда чуть-чуть Там Поменьше То есть Здесь наоборот Сам фестивальчик Чуть поменьше А вот Встреча друзей И короче Ты когда заходишь В этот Спорткомплекс А кругом Все хорлеисты И там Значит Кстати И поляки И немцы И шведы И финны В биткомах Было там Вот просто Вся Европа Там была И Чехов Видел даже Ой Ну да И все стояли И слушали Удершнардера Ну считается Да Один из Наверное Самых лучших Фестивалей Хорлей Дэвидсон Всех мирит Ну да Да Так и быть Ну что Ладно Тогда Большой привет Белоруссии И всем друзьям В этой замечательной стране И Харли Дэвидсону И Харли Дэвидсону В частности Харли Дэвидсону Минск тоже Привет Спасибо тебе большое Алексей Марченко В программе Хроники путешествий Всего доброго До свидания Счастливо Счастливо Моторадио представляет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Харли Дэвидсону